Всем хааай! Всем привет! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем тестировать косметику от Диснея, которую я накупила года два, а то и три назад. Вот, специально для этого я позвала Танечку, потому что Танечка у нас встречает с Диснеевских принцессами такую милую эстетику, вот, и вам нужен определенный человек, который будет не просто типа, ааа, русалочка, ааа, смешно, рофл, прикол, а который будет относиться к этому с почтением и уважением. Это безумно красиво. Я в восторге от оформления упаковок и дизайна. Чашка Египет. Египетская сила. Так, давай вообще для начала посмотрим, что у меня здесь есть, потому что я уже вообще не помню, что я покупала. И из того, что я вижу, здесь у меня сразу несколько вариантов косметики. Да! Это малыш Бэмби, олененок. А это 101, думайте нет. Да! Восторг, очень красиво. Так, я хочу Бэмби. Бери. Боже! Это хайлайтер с пятнышками. Смотрите, какая прелесть. Так, я предлагаю здесь все выложить. Давай. Я буду в оклад это красиво раскладывать. Да, я не палец кошелек. Ну, извините, пожалуйста. Какой у тебя самый любимый диснеевский мультик, если ты смотрела? Самый любимый диснеевский мультик у меня это Frozen и это Геркулес. Лол. А у тебя? У меня это принцесса лягушка. В честь которой названа твоя кошка, Тиана. Да, это правда. Еще я очень люблю Мулан, Покахонтас. Она здесь, кстати, есть? Вот, Покахонтас. О, боже мой. Это такие, знаешь, сильные для меня девушки в Диснее. Мулан вообще. Мулан невероятная. Она просто потрясающая. Там нет каких-то, знаешь, принцев, абьюзеров? Это да. И он еще и не спит при этом половину видоса. Хотя масло для лица тоже с Покахонтас. Восторг. Ну что, дорогие друзья, сейчас я вам кое-что покажу. Посмотрите на эту потрясающую, красивую, невероятную коробку. Как вы думаете, что там внутри? Пока начинаю распаковку, даю подсказку. Содержание и бренд уже мелькали в моих видео. Там фигурки. Непростые, а топовых азиатских художников с уникальными персонажами и внутри. Ребята, то насколько крутое качество этой фигурки. Ну, я посчитала, у которого миллион фигурок. Я вам просто говорю, что это что-то невероятное. Сам бренд называется Popmart. И их официальным дистрибьютором является Rossman. Самое уникальное в них это то, что у бренда есть огромное количество разных персонажей. И каждый персонаж представлен разными коллекциями, которые отличаются как по дизайну, так и по концепции. В коллекции Skull Panda Warmed Series героини делятся с нами маленькими радостями жизни и показывают, что в каждом дне можно найти частичку чего-то самого потрясающего. Боже, это маленький таксист. Мне очень понравилась эта коллекция. Я решила посмотреть, а что представлено в другой коллекции, которая называется City of Night. Она очень красивая. Персонаж Skull Panda была создана известным дизайн-художником Skull Panda в 2018 году. Им невозможно дать конкретное определение, ведь это персонаж, который свободно путешествует между планетами, ищет себя в бесконечном переуплощении, играет разные роли и проживает разную жизнь. Если вам понравились фигурки и сама история Popmart вас заинтересовала, я рекомендую вам изучить еще больше информации о них по ссылочке у меня в описании. Там вы узнаете о них больше. Оформление красивое, пипец. И прежде чем мы начнем все это тестировать, я надеюсь, что косметика налетит будет такая же хорошая, как она здесь. Я хочу сказать то, что я эту косметику собирала буквально по хрупицам, когда приезжала в Германию. Я буквально ездила в каждый местный косметический магазин и везде набирала по одному элементу. То есть где-то я находила вот это. Где-то находила одну кисть. И я реально колесила по разным городам, чтобы собрать себе какую-то огромную косметику. И в итоге я даже не заметила, что у меня есть повторки. Так, с чем начнем? Я бы начала с тонального крема, которого здесь нет. Но так как тут нет тона, давайте начнем хотя бы вот с этой вот сыворотки. Посмотрим, что она из себя представляет. Я бы очень хотела протестировать тени, хайлайтеры. Что у нас есть еще? Бронзеры? Да. Накладные реснички даже есть. Слушай, она чем-то пахнет, потому что, по-моему, нет. Не длиннее чувствую тушки. Есть небольшая цветочная тушка, но она настолько небольшая, что тут я нанесла ее чуть-чуть-чуть-чуть только чувствую. Короче, ну, серым для лица, как серым для лица, с одного раза не понять, но по ощущениям приятный. Что еще могу добавить? А блеску в листе лучей. Да что, здесь не только Катриса. Здесь Катриса Эссенс. Я набрала все, что я видела на своем патисе. Но в этой линейке нет тонального крема. Слушай, видимо, да. Поэтому знаешь, какой будет он использовать? С Пикачу? Вау! Понимаешь, как бы серьезные элементы используются в этом видео. На косметику покемонов у меня есть отдельный видос, так что всем смотреть после обзора Диснея. Просто кринжать. Сужду обзор на вот эту косметику. Да все, еще одна палетка. Вот сейчас в Европу поеду, буду искать. Они, кстати, такие разные по ощущениям. Например, от Эссенс палетки они немножко такие шершавые. От Катрис они, наоборот, очень тактильно гладенькие. Какая вам нравится в буршот-дизайне? Вообще мне нравятся Леди и Бродяга. Бэмби. Хотя не знаю, они все такие красивые. Они все просто потрясающие. Мне, наверное, нравится Рапунцель больше всего, кстати. И вот Смолан мне еще нравится. Да, Смолан мне очень нравится. Они очень клевые, прям вообще пипец. Ты знаешь, кстати, у меня на канале еще много лет назад был обзор косметики из Диснейленда. В Диснейленде, прямо в самом Диснейленде есть тоже косметика. В парижском или во всех? Слушай, я покупала, по-моему, в токийском, если я ничего не путаю. Но в парижском, мне кажется, тоже есть. Честно скажу, косметика из Диснейленда оказалась просто офигенной. Я реально была уверена, что это детская косметика была прозрачная. Но нет, она была реально хороша. Я предлагаю начать. Давай посмотрим палетки, какие мы будем вообще использовать, потому что палеток невероятно много. Здесь еще такие большие зеркала. Это супер удобно. Да! Причем косметика, ну, она не была какой-то супер дорогой, насколько я помню. Цвета странные. Это типа цвета Рапунцель. Мне не хватает явно ярких фигментов. Она типа просто не удваила. Такая палетка на каждый день. Они все абсолютно одинаковые, как будто. Я думала, что у каждой принцессы, например, если это арель, то там будут красные какие-то оттенки. Да! Это было бы логично. Или, например, цвета моря, цвета каких-то рыбок. Типа смотри, единственное нормальное это долматинцы, потому что здесь какой-то прикольный оттенок с долматинцами. Да, это бесполезно, но прикольно. Я даже не знаю, как это будет выглядеть на глазах. Скорее всего, это будет просто серая грязь, смотряется. Так, это что? Ай, Покафонц, какая-то коровка, но непонятно, почему оттенки как... Типа странные цвета, правда, очень непонятно. Все так хорошо шло, но почему такие странные цвета? Здесь единственное, что относится к принцессам, это вот какие-то рефилы. Например, здесь ракушки, это русалочка. Вот и, собственно, все отличие. Вот у Жасмин самая нормальная палетка, и типа, потому что цвета ее есть, и есть база, с которой можно растушевать, какие-то блестяшки. Так что, наверное, несмотря на то, что я не фанат сиреневого цвета в макияже, я вот пока что думаю между этой палеткой и между вот этой палеткой. А это из какого мультика? Блин, я забыла название. Котые аристократы? По-моему, Котые аристократы. Да, Котые аристократы. Тоже хочу что-то выбрать для макияжа. О, похоже очень на палетку Мак. И знаешь, на что еще похоже? На палетку Лайм Крайм. Вот у них была такая палетка, где тоже было три больших оттенка, только они были яркие. И здесь куча ракушечек. Вообще, мне нравится вся эта морская история с ракушечками, с какими-то кораллами. Не уверена, насколько это ежедневные хайлайтеры. Просто я тут так смотрю, и палетка с ламатинцем так-то имеется, что я обычно использую оранжевый, красный, белый и черный. Как будто бы это слишком просто, но как будто бы это меня не расстроит. Вот, ну и красный цвет как раз Кройл Девиль. Это у нас 101. Пердита? А кто? А кто такая Пердита? Я реально не знаю. Пердита? Ну, там написано Пердита. Пердита. Не, я точно использую эту палетку. Я, короче, определилась. У меня будет вот с ламатинцем. Такое видео про деснатических принцесс, щенок. Еще знаете, что в этих тенях прикольно? Все тени были изначально запакованы в такую штуку, то есть наверняка ты их не испортишь. Поэтому все тени в идеальном состоянии. Тут нет ни одной просыпанной тенюхи. Что, давайте сделаем сводч у этого оттенка самого интересного. Ну да, это просто какая-то хрень. Ну пигментация, посмотрите, какая вообще вау. Вот это вот долматинец, вот это пятнистая лапа. Ну как ты и говорила, что это серая будет. Да, грязная серая, ладно. Ну начнем с... А, вам тут нет растушевочного базового цвета. Ладно, возьмем палетку с собачкой. У меня будут собачья тима. Кто лучше, коты или собаки? Нет, кого вы любите больше, котов или собак? Я кошатница. Я тоже кошатница. Литяна, это мой ребенок, это не моя кошка. Да. Начинаем макияж оттенком ресторан Тони, так называется. Растушевочные кисти есть жасмин, дальше с рапунцель. Здесь вот такие вот небольшие дизайны. И кисти, я так понимаю, для румян, для пудры с мулан. Что ж, тестируем. Ну, честно, я ожидала, правда, худшего. Я сейчас совсем немножко макнула у кисти, посмотри, какой достаточно яркий цвет. Она ложится не комками. Вообще не комками и даже не осыпается. Хотя цвет достаточно сложный. Короче, прикольно, я довольна. Я в итоге выбрала палетку с муланом. Блин, выглядит вообще здорово. И тут веера такие потрясающие. Все еще не совсем понимаю, зачем делать настолько нейтральные оттенки. Но я думаю, что как раз таки для того, чтобы использовать это как какую-то базовую базу. Ну, тут вот только перди-то как бы из типов, которые выделяются, нашлась. Ой, у меня немного рассыпаются тени. Да? Мулан от Essence. У меня сейчас тоже Essence. Ну, возможно, у тебя кисть плохая? Я кисть взяла как раз таки от... Покахонтас? От Джессмин. Угу. Раз у меня ничего с кистью. Ну, мне здесь можно близко вот так подснять. Просто осыпались все. Да, да, да. Ну, мы сегодня, конечно, на нюдики какого-то. А на себя я сейчас поближе посмотрела и увидела, что у меня все в пятнах. У меня ничего не полетело, но у меня тут все в пятнах пошло. Ха, вот вам, пожалуйста, история. Нахвалили, сидели, нахваливали. Ха, что-то не реклама. Блин, вот эту палетку, посмотри, я просто вот так вот ляпнула сюда. Я хотела чуть-чуть подрастушевать, а он просто перекрыл эту тень. Вот эта палетка офигенная. С собачкой. Это леди. Самый любимый мультфильм в детстве был. Правда? Да. Блин, ребята, какие у вас были любимые мультфильмы в детстве, даже не обязательно из Дисней или нет? И были ли вы вообще в Диснейленде? Таня, ты была в Диснейленде? В Парижском, да, помню? Я в Парижском была. Я когда победила в NYX Face Awards, я безумно скучаю по NYX, первое место по зрительскому голосованию получает 150 тысяч рублей. И поездку читала. Мы хотели поездку в Париж, либо в Америку. На самом деле, это выбор без выбора. А, конечно. Чтобы сделать визу в США, нужно прям целый квест пройти. Но это была волшебная поездка, я очень счастлива, что нам удалось полететь. Это еще было доковидное время. Мы успели и была тоже в Парижском Диснейленде. Тебе понравилось? Конечно. Ты что, это как детская мечта, которая исполнилась. А где на Круэллдвиль теперь берем, используем? Ну, норм. Я обычно такие всегда наношу пальцем, так лучше. Да, пальцем всегда лучше, абсолютно. Даже сейчас нанесу, смотрю, какая разница. Вот, да, идеально. Гениально. Класс, вообще, пигментация супер пальцем наносим, всем нравится. Тут, между прочим, лапка нарисована. Это, знаешь, что-то для того, чтобы ты свою лапку там замарал. А что тебе понравилось в Диснейленде? Ну, во-первых, я была в Токийском Диснейленде несколько раз. Только один раз в Парижском, поэтому я буду все-таки рассказывать про свое первое впечатление от Токийского Диснейленда. Очень, очень чисто. Там очень, очень тихо, да, внезапно. Ты попадаешь в какой-то очень сказочный мир, потому что все декорации, даже вот этот вот замок, он выглядит на фоне, опять-таки, парижского. Настолько натурально, как будто ты реально приехал в какой-то заповедник. Почему-то японский Диснейленд, он какой-то больше взрослого ауры имеет. А парижский, там все розовое, там мило, там ростовые куклы ходят. А вот в японском немножко иначе. И там прям максимально ты погружаешься, ты даже не понимаешь, что это в Диснейленде, потому что ходишь, там просто прекрасный замок. Там огромная локация в стиле кладбища, ищи на Хэллоуинд. Реально? Да. Я сейчас нанесла шиммерный оттенок пальцем, и мне кажется, получилось весьма неплохо. Оно не осыпалось. Ой, да, вообще хорошо. И так нежно выглядит, мне нравится. Если бы это была одна из немногих моих палеток, то есть если бы у меня не было какого-то гигантского выбора, я бы сказала, что она правда хорошая. То есть, но она и так хорошая, но она неплохая. Понятно? Она не хорошая, но она не плохая. Здесь черный оттенок, абсолютно валидный. Ну смотри, он реально черный, он нормальный. Не знаю, что за каша я развожу у себя на глазах, но мне нормально. Какой, по вашему мнению, самый нормальный принц? В принципе, для меня они все очень маленькие абьюзеры. Мне просто нравятся мультфильмы в Дисней, в которых вообще нет принца. Алисе в стране чудес вообще нет принца. Да, Алисе в стране чудес уважаем. Там нет любовной линии в принце. Это правда. Ну вот такой романтической. Принцессе лягушке тоже. Девушка была не принцесса, она добивалась всего самостоятельно. И только потом она какую-то лягушку просто подцепила и... Вот все проблемы и зажег. Ну, я понимаю, что это не Дисней, но вот в Шреке, между прочим, нормальная любовная линия. Да, я поэтому... Потрясающая. Не забываем. Она у нас главный Шрекс, и отвечает за Шрекс. Видели ли вы когда-нибудь этот ужас? Я организовывала день рождения в стиле Шрека. О, Господи, да. У меня была Шрекс Пати. Как я хочу забыть. Я хочу скрыть это видео со своего канала. Зачем? Срочно бегите смотреть, пока она не скрыла. Это гениальное видео. Она отмечала день рождения с подписчиками, со своими. А, у меня тоже однажды была вечеринка с моими другими друзьями. Типа у нас была вечеринка в стиле всратых мультиков. И мы одевались. Я была тем чуваком-барменом из Шрека. А, реально? Да. Вот у нас там были медузы с подводной братвы. Ну, то есть у нас там реально... Какой кайф. Я хочу на это вечеринку. И самое важное было делать именно всратые образы. То есть ты не мог использовать что-то нормальное. Типа, если ты медуза, то это пакет на голове какой-то, знаешь, такой синий дурацкий. Реснички от Рапунцель. О, здесь есть клей. О, нифига, еще есть клей. Ну, ребят, это профессионально. Я никогда в жизни не клеила ресницы. В смысле, реально? Ты сейчас... Ты просто так, с такой уверенностью стала... Не, просто... Мне просто интересно, как это... Как это? Ну, Каролин, помогай. Ну, Каролин, вперед в кадр, давай, спасай ситуацию. Ну, так же. И вот, да, на верхнюю часть Узбека. Все, Каролин, помоги, стой, 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 помоги, да? Ой. Ты похожа на Рапунцель? Да, ты похожа на самый красивый Рапунцель в мире. Родич, теперь тебе нужно смазать каким-то чудом. Каким-то чудом? А ведь женщины делают это каждый день. Ну да, некоторые, да. Ну, серьезно? Я более того тебе скажу, я даже часто слышала такое мнение, что кому-то проще наклеить ресницы, чем их накрасить. Так, я пытаюсь это сделать без помощи Каролины теперь. У нас на гимнастику заставляли 12 лет клеить эти ресницы. Да ладно. Типа для выступления. А, да, ты же у нас гимнаст. Каролина, наверное, на Олимпиаде, короче, была даже. Так, какой Олимпиад? Ну да, я людям расскажу о тебе. Какая ты великая. Нашего пылесоса зовут Гоголь. Это все, что следует знать. Ой, у меня склеился глаз. Ой-ой. Без комментариев. Все, с вас 100 тысяч. Проверок салона. О, Каролина, мы придем к тебе проверять. Буду красить палетку Шрека. Ой, ну все, тогда ты получишь высшие баллы. В чем моя проблема? Ну, мало того, что я ЛДС-стрелку промахнулась в дело, но это не проблема. Я знаю, как это решать. Ах, я нанесла вот эту вот жижку себе на лицо, а потом то на потомудру, но мое лицо до сих пор очень липкое. И я боюсь, что как будто бы эта ситуация не спасет никак вообще. Ну, просто мерзкое липкое лицо. Мне так не нравится мое липкое лицо. Боже. Хэштег злые брови липкое лицо. Прекратите сбиваться над человеком. Хэштег Таня, сними ресницу. Вот такой сегодня контент. Это так неудобно. А если я сейчас сниму, там останутся мои ресницы? Конечно. Больно не будет. Ура! Я себе даже не принимала без ресниц. Была очень закомплексована. Вот некоторые женщины, они не воспринимают себя. Неправильно так делать. Осуждаю. Фокс, восприми меня, пожалуйста. Ладно, ладно, я понимаю, что это легко сказать, но тяжело сделать. Все мы с этим сталкиваемся. Тяжело быть женщиной. Я буду реснички красить, как раз буду проверять вот это вот. Я хочу нарисовать вот эти вот пятна балматинца тушью. Очень колючая тушь. Реально? Очень колючая. Короче, да, вот такие вот пятна я сделала. Ну, она была круелкой. Давай тестировать хайлайтеры. Давай я возьму румяна, а ты возьмешь хайлайтер. Опять-таки прикол то, что у меня румяна снова с балматинцем. Кисть. Хорошо, давай. Она вообще для пудры, но я буду использовать для румяна. Заодно распаковочка чек. Вау, какая мягкая. Да. Она совсем не румяна, это прям пудра-пудра. О, да, она очень приятная. Здесь тоже, как видите, вот это вот золотишко есть в стиле окраса долматинцев. Румяна класс. У них есть вот легкое золотишко, и мне очень нравится оттенок. Ого, да. Прям вообще класс. Здесь, кстати, настолько деликатный хайлайтер. Давай я тоже попробую, я прям к тебе даже присоединюсь. Я возьму самый светлый, shiny coral. Я понимаю, о чем-то хорошо, вообще не видно. Да. Такое. И последний этап, который остался, это помада. Помада единственная, другую не нашла. И помада у нас снова от Pocacontas. Оттенок. О, вау. О, май гад. Вот это круто. Как тебе цвет? Я думала, будет ярче. Такой себе. Не современный цвет. Странный оттенок. Слишком светлый и слишком блестящий. В общем, такой косметоз. В целом, палетки норм ради упаковки. Я бы купила их второй раз. Мне нравится. Вот. Подписывайтесь на Таню. Таню большое спасибо, что пришла. Спасибо большое. Всех люблю, всех целую. Всем пока. Кстати, смотрите косметику покемонов. Ахер. Это что? Она запах очень странный. Серьезно, да? Палетка очень сильно пылит. Вот прям, если честно, пахнет прям силиконом, знаете, таким жидким. Просто кринжач. Проверка косметики покемонов.